я действительно прошу прощения у всех мусульман мой поступок был очень плохой я мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира а 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 выглядит действительно как срежиссированная пропагандистская специальная операция назовем это так по изменению повестки дня по отвлечению внимания от здоровья рамзана кадырова чем хуже видимость ситуации с его здоровьем и чем активнее идут дебаты которые однозначно должны привести к конфликтам между российскими силовиками чеченскими боевиками и всеми прочими группировками которые будут наверняка или уже участвуют в решении вопроса о том кто будет преемником рамзана кадырова тем активнее все это надо скрывать а потом появляется публикация старого видео которое уже все на самом деле давно обсудили я уверен что ни у кого и не было сомнений в том что сына рамзана кадырова действительно кого-то избил в сезон но однако они используют эту историю внезапно все пропагандисты просыпаются их начинает волновать как кого бьют в сезон в чечне при том что все прекрасно понимают что в сезон в чечне не только бьют но и убивают там пропали десятки представителей лгбт сообщества недавно в чечне была избита жесточайшим образом журналистка новой газеты это елена милашина и никто из этих людей всерьез не протестовал и не поднимал тогда своего голоса по этому поводу а потом к этой компании подключаются еще и профессиональные пропагандисты типа синие собчак которая якобы устраивает на 40 минут разговор с рамзаном кадыровым но я при этом сразу вспоминаю что ксения собчак это дочка мэра собчака который в свое время охранял нынешний глава росгвардии лично виктор золотов очень большой друг рамзана кадырова который наверняка тоже задействован в этой специальной операции а ее подругой является тина канделахи которая как минимум в прошлом занималась пиаром рамзана кадырова непосредственно так что все это выглядит как такая дезинформационная спецоперация спланированная кремлевскими пропагандистами а 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 у Продолжение следует... Продолжение следует...